всем доброе утро вернее у нас утро у вас уже вечер на момент съемки у нас 8 утра я села завтракать немножко макароны с сыром квашеную капусту тушеную и мяско взяла вот сейчас позавтракаю поеду на футбанк вот сегодня едем на моей машине пойду прогревать машину сейчас вот это съем вышла машинку прогреть у нас опять дождливая погода вчера весь день лил дождь в калифорнии зима не хочет отступать вот это вообще у нас зимняя по сути погода утром холодрыгого 46 градусов днем конечно прогревается примерно для до 15 16 вот но когда дождь все равно довольно таки прохладно надеюсь что скоро будет сухо солнечно вот я не зря купила во все три комнаты вернее две комнаты и зал гостиную эти увлажнители потому что сейчас прекратятся дожди выйдет солнышко и пипец наступит такая засуха настолько здесь сухо но с одной стороны это хорошо в летний период что жара легче переносится с тебя не течет 33 пота ну вот с другой стороны это плохо поэтому надо увлажнять помещение вот будем увлажнять и ждать тепла все равно когда тепло солнышко намного приятнее комфортнее настроение лучше и в бассейн можно сходить окунуться всегда охладиться у нас здесь на территории комплекса бассейн джакузи этот фитнес-зал ну фитнес-зал такой очень маленький тем не менее он есть вот мы в россии покупали себе абонементы годовые и из года вы из годового абонемента посещаемость лично моя можно было по пальцам одной руки пересчитать вот но алексей ходил чуть чаще регулярнее тем не менее все равно этот годовой абонемент лучше каждое занятие вы оплачивали выше вышло бы раз в десять дешевле вот и что еще хотел сказать а ну вот у нас есть здесь большой сетевой фитнес-центр недалеко вот но соседи наши как нас не уговаривали взять туда абонемент мы зная имея опыт покупки абонементов отказывались вот и я алексею говорю давай начнем с малого начнем ходить в наш фитнес-зал который в комплексе если втянемся и уже не будет так лень ходить будет систематичность присутствовать в наших походах занятиях спортом то тогда почему бы и нет в принципе это доступно можно будет купить и в большой фитнес-зал абонемент сейчас пока не вижу смысла вот но в большом конечно там совсем другого уровня и тренажеров очень много и бассейн огромнейшие правда открытый вот это плохо но соответственно в такое время года с такой температурой особо не искупаешься не особо не искупаешься а вообще не искупаешься вот поэтому только в летний период это конечно минус этого фитнес-зала но тем не менее друзья наши хвалят они покупают ежемесячно абонемент вот довольны и всей семьей туда ходят привет надеждасказала мне что выучила новое слово гав-гав нет последняя ф Да. Фёдор? Фёдор. Три буквы? Три буквы. Каф? Каф. Прикольная, я не знала. Кашель? Кашель. Кашель, каф. Ну, чтобы было легче запомнить, кафель. Кафель? Кафель. В общем, мы уже приехали на фудбанк. Это тоже территория церкви. Здесь вот такие номерки деревянные. Можно брать. Всего их 31. Один. Всего их 31 номерков. Можно брать. И это, собственно, очередь. Скоро они начнут вот сюда подзывать, регистрировать. И потом, согласно очереди, раздавать продукты. Вот. Такая здесь парковка. Люди паркуются, ожидают. Голодная, да? Да, я кушала. Подбираться приехала. Да, да, да. Здесь обычно выставляют, вот где Надежда стоит. Что? Столик? Столик обычный, да? Столик и коробка. Столик и коробка с бананами. Бери сколько хочешь. Вот. Там какие-то склады у них Вон там еду формируют Вон продукты привезли мешками Картошка, наверное Сейчас они пойдут там По пакетикам расфасуют И потом будут порционно Каждому посетителю Выдавать их Такая чистенькая, ухоженная, красивая территория В общем, вот такие дают Тележки с продуктами Потом просто едешь к своей машине И разгружаешь Вот сейчас Пока Надя будет разгружать Свои продукты Вкратце покажу, вон вижу яйца Грибочки ей дали Иногда, знаешь, зрители говорят Зачем берете, если не едите Те или иные продукты, да? Но мы же их не выбираем Вот нам дали тележку Чик Вот галлон молока Губки Туалетная бумага Яйца О, тебе маленькую дали Салфетки Салфетки влажные Вот это мясной лоточек Смотрите, тут прям от души Три лотка мяса Грибы Вот здесь салатики Морковочка Болгарский перчик Качество отменное Зеленый лучок Здесь всякие Кофе Напитки Лакрои Напиток Несладкий Вот Это картошка здесь И хлебушек Вкратце Показала вам Надежды на продукты Вот Надежда грузит в салон Я гружу в багажник И так всегда Ага Когда ездим на ее машине То же самое Я гружу в багажник Надя в салон Вот Здесь и апельсинчики И картошка Вот в этом пакете Ну что, друзья Я уже дома Алексей у меня занимается Английским Поэтому говорить буду тихо Значит, давайте разбирать Что нам дали Зачем берем На вопрос Зачем берем Если в холодильнике Нет места Потому что вот такие вещи Они быстро заканчиваются Их буквально съедают За несколько дней Вот И мы идем Добираем Добираем Потихоньку В холодильнике Тоже место освобождается Потому что, например Сегодня много дали мяса А в следующий раз Могут вообще не дать И вот видите Уже в холодильнике Мясо освобождается Потихонечку Вот Здесь в холодильнике У меня Я тофу накупила Видите Очень большое количество Тофу у меня здесь Контейнера Это то, что вот мы съедим В ближайшие дни То, что я приготовила Для семьи Там Тяй хранится Ну, то есть В холодильнике Такие вещи, которые Из которых особо не приготовишь Вот Например, уже Лук заканчивается Картошка заканчивается Хотя иногда бывает Знаете, что лук залежится Я потом начинаю С мясом пережаривать его В общем Хлеб заканчивается регулярно Берем Потому что нужно Ничего не выкидываем Все съедается Даже если то, что В холодильнике вы видите Это все Долгого хранения Там в вакуумной упаковке Я себе Тофу накупила Последний раз 15 штук купила Вот Была акция Поэтому Все, что в холодильнике есть Оно все съедается Ничего абсолютно У нас не выбрасывается Даже если Вот говорю Начинает Долго лежать Начинает расти Лук Я его просто Счищаю весь И могу Прям вот На килограмм мяса Полтора Два килограмма Могу Два с половиной килограмма Лука Очень вкусно получается Наша семья любит В общем Ладно Хватит болтовни Давайте смотреть Что сегодня нам дали Вот такие малышки Эти Морковки Салат Это готовый салат Здесь внутри есть соус Сухарики В общем В чашку Кидаешь И Заправляешь Вот видите Внутри соус Два салата Клубничка Слушайте Клубничка Просто Идеальнейшего Качества Кто-то мне там Писал Ну вот Это даже не Это самое Пятнышко А так вот Смотрите Какая клубничка Ну идеальная Спасибо огромное Вот такая клубничка Небольшой Правда Лоточек Но тем не менее Здесь В Америке На Бесплатке Пожалуйста Раздают клубничку Вот такой вот Лоточек Дальше Давайте Это я Одном соседке Не хочу Даже Чтобы мои Такое Видели Даже Это Это Для Погрызть Перекусов А вот это Знаете Что такое Яйца На Пасху Красить И украшать Вот этими Вот Конфитюшками Всякими Вот Эти я Оставлю Печеньки Яйца А вот эти Печеньки Я отдам соседке Так Дальше Давайте смотреть Здесь у меня Набор Мыла Я думаю Санитайзер Потом Шарфунька И вот это Антиперспирант Дезик Вот такой вот Огромный Органический Идеального Качества Посмотрите Снизу Тоже Все идеально Шпинат Микс Шпинат С листочками Салата Листья салата Здесь у нас Набор Картошка Потом Вот такая Малышка Картошка Мы любим Такую картошку Не очищая Даже Просто взять Помыть Специями Обсыпать И в аэрогриль Закинуть Очень вкусно Получается Так Здесь короче Несколько Картошин Апельсин Три яблочка Вот таких Маленьких И две Луковицы Вот такие Лук Хороший Белый Классный В общем Набор Овощей И фруктов Дальше Давайте Вот здесь Покажу Здесь у нас Напитки Доктор Пеппер Это Тоже какой-то Крем Сода Водичка Вот это Я уже посмотрела Сахар Дали Вот в таких Зип-пакетах Фасуют А вот здесь Написали Sugar Санитайзер Санитайзер Вот это Они Таким В таком Виде Дают нам Капсулы Для стирки Ну Мы хоть и покупаем Но когда нам Дают бесплатно Тоже Очень-очень Выручают Реже Реже Сами покупать Будем Доритос Чипсы Эппл соус Это у нас Яблочное пюре Тик-так Детишкам Положили Это Я даже не знаю Что это такое Напишите в комментариях Кто знает Вижу Что это Что-то Со Стробери Стробери Это Клубника Дальше Апельсиновый сок Маленький Пакетик Вот это У нас Миша Любит Маршмеллоу Увы Хот Какао Микс Это Какао Короче Порошок Потом Вот такие Сухофрукты Тоже дети Любят Вот это У нас Сливки Тоже В зип-пакеты Видите Расфасовали Вытащили Из коробки И чтобы Всем по чуть-чуть Досталось Они расфасовали В зип-пакеты Так Может камеру Поравнее Каким Действуешь Это у нас Кофе Капсулы Тоже В зип-пакетике В этом Пакете У нас Еще один Эппл-соус Еще один Вот такой Вот Перекус Это у нас Казинаки Ой То есть Такой же Почти пакет Это Порошок Какой-то Какао И здесь Вот такие Патеты Чипс Картофельные Чипсы А Кстати Лейс Вот Дальше У нас Вот такой Хлебушек Вот Такой Хлебушек Галлон Молока Или это Не один Галлон Один Галлон Да В одном Галлоне Почти Четыре Литра Вот Три Семьдесят Восемь Галлон Молока И вот Такие Плюшки Здесь Значит Слойка Вот Это Вот Какая-то Такая Печеньковая Потом Ватрушка Вот такая Слоеная И еще Одна Печенька Сладости Короче Выпечка Так Давайте А Вот Это У нас Спрей Для Я не знаю Очищения Наверное Диваны Видите Нарисованы Одежда Диваны Может Какой Пятновый Водитель В общем Я потом переведу И вам Скажу Не распознала Я что Это Такое Ну Иногда Видите Вот Химию Дают Но Не Всегда Понятно Что Это За Химия Так Вот Здесь У нас Мясной Пакет Это У нас Биф Сэндвич Стейк Стейки Говяжьи Стейки Можно Будет На Гриле Пожарить Стейки Сделать Дальше Это Это Панчета Типа Знаете Чего Мяско Как оно Называется Короче Вяленое мяско Со специями Напишите В комментариях Что-то я уже Мой русский Меня покидает Английский Еще не выучила Русский Уже покидает Не знаю В общем Порк Салт Спайс Короче Это Нарезка Вот Две упаковочки Вот такой Нарезки Дали Дальше Голени Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Голеней Куриных Все Замороженное Сейчас тоже Кинул В морозилку И Вот такой Огромный Лоток Прям Огромный Смотрите Раньше 23 бакса Стоило 5 лб Это получается Два с половиной Килограмма Born in center cut Pork line Chops Короче Это стейки Свиные стейки Вот такой Огромный Лоток Свиных Стейков Так Давайте Еще один Пакет Разбирать Здесь У нас Яйца Сегодня Коробочку Не порезали Дальше Вот эта Соседка Взяла Такие Губки Для Мытья Туалета Написано Ну не знаю В общем Тут Походу Каким-то средством Они уже пропитаны И должна быть Какая-то палка На палку надеваешь И внутри туалета Унитаза Прям моешь Короче Это для Уборки Дальше Вот такие Что это Чипсы Дели Тортила Чипс Такие Чипсы Кого-то На развес Да Их В магазине Раздавали Дальше Крекеры Слушайте Они такие Воздушные Прям Классно Крекеры Туалетная Бумага Обязательно По рулону Туалетной бумаги Всегда дают Чтобы не дай бог В неудобное Положение Не ввести Людей Продукт дают А Обратная Сторона медали Вот этот Фудбанк Всегда Отличается Тем Что дают Парулон Туалетной Бумаги Вот это Тоже Микс Какой-то Здесь И бананы Сушеные Я смотрю Изюм Дальше Фруктовый Коктейль Кусочки Томатов Банка Это у нас Спагетти Тин Ооо Это ж Прям Кукси Варить А хотя Написано Номер Девять Написано Тин Спагетти Тоненькие Спагетти Но в то же время Номер Девять Написано Короче Спагетти Коробочка Макароны С сыром Вчера дети Вот у меня Готовили Макароны И чиз Дальше Это я Даже Блин Вытаскивать Соседки Пойдет Баночка Это Томатный Соус То был Томатные Кусочки Это Соус Это у нас Грейп Джелли Это Желе Из Винограда Чечевица Надо Мерджимик Чорбасы Забубенит У меня уже Столько чечевиц Накопилось Надо сварить Как-нибудь Дальше У нас Горошек На оливье На оливье Практически Никогда Ингредиенты Не покупаем Баночка Тунца Обычно Я варю Варю Готовлю На оливье Оливье Готовлю Из Куриной Грудки Она Всегда В наличии У нас Это еще Один Микс Сухофруктов Горошек Нам всегда Дают Майонез Покупаю Только Маленькая Пачка Риса Это У нас Арахисовая Паста Слушайте Арахисовая Паста Уже Все Давятся Мы уже И на улицу Выносили Знаете Бобы Соседка Тоже Уже Объелась Короче Я собрала Очередные Пакеты Она пришла Тут Выбрала Что захотела Забрать Забрала А то что не захотела Мы просто На бумажке Написали Фри Выставили На дороге Просто Вышли на улицу На дорогу Вышли Выставили Написали Бумажку Фри И буквально За два часа Все забрали Вот Вот это Арахисовые пасты Там было Дофига Потому что Все уже давятся Никто уже Ее есть В таком количестве Не может В каком Они ее дают Вот И вот это У нас Сухие завтраки Смотрите Хэллоуинские Какие-то Кранч Вот такие Сухие завтраки Для деток Вот такой Набор продуктов Я вам уже Не первый раз Делаю Обзор Этого Фудбанка Вот такой Набор продуктов Дают На 21 день В этот Фудбанк Один раз В 21 день Можно приезжать И Брать Вот такие Наборы Этот Фудбанк Отличается Тем Что Всегда У них Есть В наличии Мясо Обязательно Всегда Есть Клетчатка Вот Молоко Частенько Дают Всегда Практически Дают Эти Яйца В общем Хороший Фудбанк Мы в него Ездим Довольно Таки Регулярно Скажем так Раз в 21 День Стабильно Мы туда Приезжаем За продуктами Кому Понравился Обзор Сегодняшней Бесплатки Обязательно Ставьте Пальчики Вверх Пишите Свои Комментарии